Реконструкция по-одесски. Так звучит тема нашего эфира. И гости в нашей студии это Лилия Леонидова, депутат городского совета, Ольга Баклаженко, редактор УСИ и Аркадий Топов, аналитик антикоррупционного офиса. Здравствуйте. Компания «Пикстрой» приступила к укладке плитки в сквере полирояли на сумму 4 миллиона гривен. Эта фирма часто выигрывает торги у мэрии, а руководит ею депутат городского совета от партии «Доверяя делам» Марина Лазовенко. Мы часто слышим, что в Одессе плитка золотая, вот насколько она золотая. Оль, вы на этой неделе, буквально несколько публикаций у вас по реконструкции одесских дорог. Что, наверное, бросилось в глаза и почему обратили внимание вновь на золотую плитку? С чего я хотела бы начать? Это с того, что я до сегодняшнего дня не увидела от города какого-то понимания экономической стратегии на год. Были бы сессии, были исполкомы, были другие какие-то мероприятия. Я не слышала, вот тут мы ужались, вот тут мы сделаем так, вот тут мы сделаем так. Мы только слышим про убытки. Но при этом мы видим, что проводятся новые тендеры на работу. Ну, знаете, вот честно, я очень люблю Одессу. Но явно сейчас не время для плитки в полирояли. Это же даже не дорога, по которой ездят скорые помощи, машины и так далее. То есть я же говорю, я не против в целом, но у меня это вызывает очень большие вопросы. Я не вижу экономическую стратегию, я вижу новые объекты. И так как я понимаю, что денег в бюджете не будет, то у меня варианта развития два. Первый, мы берем кредит. Второй вариант, мы проводим сейчас тендер, а затем расходы у нас будут уже на следующий год. То есть о чем мы говорим, что неизвестно, как у нас сменится власть, она однозначно сменится, то мы получим уже готовые тендеры, по которым можно будет дальше ремонтировать. То есть я думаю, что будет где-то один из этих двух стран, и меня это очень сильно беспокоит, потому что я не видела в титуле на ремонт дорог именно денег на ремонт Пантелеймоновской, например. То есть новощипной ряд, он хотя бы там есть в кредитных деньгах, а вот Пантелеймоновская там с финансированием нет. Откуда мы возьмем деньги? У нас что, сверхдоход будет? То есть ты имеешь в виду о том, что если у нас произойдет смена власти, смена мэра города, тендеры будут готовы про мэрских, ну, компании Геннадия Труха? Ну, конечно, там будет какой-то победитель. Конечно, там какую-то часть финансирования на этот год они найдут, но однозначно такие работы, как Пантелеймоновская, не на один год. Поэтому у меня есть тут очень много вопросов. Если вспоминать Софиевскую, новощипной ряд, Преображенскую, Пантелеймоновскую уже, да, отрезок Преображенской, скажем так, Гагаринская плата, которая вот в планах, академическая, генуэзкая, все фирмы так или иначе связаны сегодня с действующим мэром Геннадием Трухановым. Неужели вот те 64 депутата в горсовете закрывают глаза и не замечают этого? Ну, не все 64. Нас мало, но мы в тельняшках. Тем не менее, я хочу прокомментировать Ольгу. Да, действительно, есть такая вероятность, но нужно не забывать, что урезают все расходные статьи на дороге. Я не слышала, чтобы урезали, потому что, как мы знаем, кто управляет всеми тендерами, кто выигрывает в первую очередь все тендера. Это приближенные к мэру депутаты, да, это депутаты нашего городского совета. И как раз вот мы понимаем, что выборы, и нужно заработать на выборы, нужно освоить все, что есть. А на дороге у нас всегда огромные суммы. В 2019 году это было полтора миллиарда, даже больше. Поэтому я думаю, что здесь еще речь идет о том, что вот как раз те лакомые кусочки, которые будут расходовать и использовать приближенные к мэру города фирмы, они, собственно, будут получать финансирование, и мы это увидим. И я уверена, что и новощипное начнут. Я не уверена, что пантелеймоновскую. Пока речь идет только о проекте. Проект, как правило, это длинная процедура, особенно сейчас там с ужесточением каких-то норм, экспертиз и так далее. Поэтому, ну, миллион шестьсот, по-моему, или два миллиона шестьсот на проектирование. Ну, это тоже большие деньги, которые можно освоить. И я уверена, что проектная организация тоже включает в себя фамилии, имена и отчества. Что касается остальных, как мы понимаем, мы все знаем, и не раз это не только мы озвучивали на сессиях городского совета, на аппаратных, но и СМИ это озвучивало, что все цифры завышены, все работы достаточно, если говорить о рыночных ценах, это баснословные накрутки, которые, мы понимаем, опять же, оседают в тех или иных карманах или в тех или иных кабинетах. И мы понимаем, что здесь, опять же, речь идет о том, что необходимо освоить и необходимо сделать все так, чтобы еще успеть до смены власти, как Оля говорит, заработать и, собственно, иметь финансирование на выборы, то есть административный ресурс в том числе. И Росдорстрой, и Пикстрой не раз были фигурантами уголовных производств, и антикоррупционный офис не раз писал о том, что все эти фирмы связаны как раз с действующей властью. Какая закономерность существует, Аркаша, скажи? Потому что я знаю, что ты в целом изучал вопрос, как раз связанный с дорогами. И уже много лет, можно сказать, где-то с 2015 года. Статистика где-то такая, что изначально, когда эта тема не так сильно интересовалась, то приблизительно 75% всех дорожных тенеров в Одессе выиграли фирмы, которые можно было прямо связать с мэром, с его окружением, партией и так далее. Дальше немножко статистика изменилась, когда появились первые публикации, расследования, скандалы. Стали появляться много таких фирм, грубо говоря, непонятных. То есть фирма с основным капиталом от 1000 до 10-20 тысяч гривен получает тендеры на миллион, полтора миллиона гривен. И причем абсолютно непонятно откуда возникшая, несколько лет назад часто возникшая. И такие фирмы начали часть отъедать, куска пирога, скажем так. Поэтому общая доля фирм, которые можно связать прямо с мэром, вроде бы стала уменьшаться. Но тем не менее, самые крупные тендеры, самые такие, как бы, жирные куски достаются Росдострою. Первое место, как правило, каждый год занимает. Пикстрой, второе и третье место, как правило, каждый год тоже по сумме выигранных тендеров. И тоже это, как правило, самые большие тендеры. То есть фактически, с одной стороны, они пытаются вроде как скрасить картину и сделать видимость конкуренции. На самом деле это видимость, потому что реальной конкуренции нет. Если это допороговые тендеры, то там назначаются чиновники эти компании. Они, как правило, это мелкие, условно, подставные они фирмы или нет. Там непонятные люди, которые никогда нигде не участвовали, ни в каких тендерах. Фирмы, которые тоже, кроме бюджетных тендеров, нигде не участвуют. И вдруг они сразу выиграют огромные подряды. И немного уменьшается доля, но тем не менее, огромный кусок остается вот этих вот фильмов, которые так или иначе связаны с мэром, окружением. Вот, поэтому такая вот... У нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Добрый вечер. Я хотел вам задать вопрос. Областная больница. На втором гемодиализме палата. Там люди лежат, я вот там лежу 4 часа. Медсестры ничего не получают, недоплату ничего. Добираются своим ходом. Хоть сказали, что их автобусы будут возить. Врач у нас в Разильянском районе живет, Николаевна. Она добирается, электричка, допустим, в 9, а ей надо быть уже в 5 часов, чтобы аппаратура, чтобы медсестры уже было заправлено. Никого это не волнует. Никакое питание, ничего нету для медсестер, ни для врачей. Медсестры половину поувольнялись. Никаких доплат, ничего девочкам нету. Вот вам и все. Я поняла, к сожалению, у нас тема коронавируса. И тема сейчас медиков, их состояние остается самой актуальной на сегодняшний день. Безусловно, мы постараемся передать ваши вопросы, вашу жалобу в областную администрацию для того, чтобы они приняли решение. Пикстрой, если я не ошибаюсь, по данным УСИ, они выиграли с 2016 года на сумму 200 миллионов гривен. Так, во всяком случае, то, что я вижу на сегодняшний день по реестру. Ну, в принципе, все тендеры по замене дорожной плитки и многие тротуарные выиграет эта фирма. Она, в общем-то, специализируется на таком типе работ. Они тут с Розрусстоем несколько разные сегменты охватывают дорожных работ. Ну, это же не секрет, и никто никогда не скрывал, что Марина Лазовенко возглавляет эту фирму. Она всегда комментирует эти вопросы, и я хочу сказать, что Марина Лазовенко является одним из самых, скажем так, ярких депутатов среди команды Труханова. И есть очень много случаев, когда она выступает в таких ситуациях, как это сказать мягко, когда нужно, ну, например, вот когда заявляют, что в больнице не дают лекарства, она начинает за это дело выступать и заступаться. Или когда народный депутат Горенюк выступил с транспортной институтой, тоже Марина Лазовенко понимает эту тему. То есть это такой форвард, который в нужных ситуациях в команде Труханова активно выступает, не боясь выбирать слова, выражения и так далее. И я хочу отдельно сказать, что у Марины Лазовенко тут достаточно серьезный, есть еще такой вопрос, даже я бы сказала, где-то конфликт интереса, потому что она работает в транспортной комиссии. И тут тоже есть большой к этому вопрос, когда, в общем-то, те депутаты, которые регулируют, скажем так, транспортное движение и в какой-то мере и дорожное движение, еще и являются одновременно людьми, которые сами возглавляют дорожные фирмы. То есть, в принципе, в нормальном демократическом обществе этого быть не должно. Опять же, вопросы, когда происходит выделение бюджетных средств. Я не помню, что бы было заявление о конфликте интереса. Вот честно, не помню, что Шумахер заявляет. Это Шумахер заявляет, Шумахер заявляет. А Лазовенко на сессии, я не помню, что бы она заявляла о конфликте интереса. Может, я тут ошибаюсь, но я в случае не помню так на память, чтобы были такие заявления. То есть, по Шумахеру это действительно так, он даже не голосовал за кредиты, потому что он не знал, будет ли Росдорстрой участвовать в этих кредитах. Ну, единственное, что меня сегодня порадовало в СМИ, я прочитала заметку, что антимонопольный комитет на сегодняшний день... Я хотела задать вопрос. Да, на сегодняшний день принял решение, что в тендере по новощипному ряду, конструкции ремонтных работ новощипного ряда, необходимо допустить те компании, которые не приближенные к мэру, и, собственно, что это нарушает их права. Я надеюсь, что это, знаете, первая весточка для того, чтобы все-таки ситуация изменилась, и хотя мы знаем, опять же, ситуацию, при котором отменяли тендера, когда выигрывал, скажем так, неподходящий подрядчик, который выполнит эти работы, и, собственно, их замораживали на какой-то промежуток времени для того, чтобы охладить ситуацию, успокоить, а потом, собственно, сделать так, как им нужно. Поэтому здесь нужно следить за ручками и за тем, что происходит. Для наших телезрителей я напомню, что тендер по новощипному ряду уже дважды проводился, и там участвовала непосредственно компания «Росдорстроя», турецкая компания, которая, кстати, делала ремонт дороги «Киевчоп», и тоже с ней есть очень неоднозначные публикации в СМИ, и не допускают турков, но и, в принципе, в прошлый раз управление дорожного строительства сняло этот тендер. Как сейчас будет? Пройдет ли «Росдорстроя»? Я, кстати, общалась на эту тему с представителями фирм, которые занимаются администрированием «Прозор», и они говорят, ну, действительно, что у нас в момент такая дырка есть, вот такая, которая позволяет, вот просто нам, нет необходимости проводить тендер. И мы себе сняли без всякой ответственности. То есть если бы, наверное, у горсовета необходимость была подложить какие-то документы, и, ну, например, я не знаю, там, на полгода нельзя проводить тендер, наверное, бы таких фактов было меньше. А когда мы вспоминаем вот эти золотые машины Козловского, которые там джипы покупали для управления ЖКХ, да, отменил себе, но завтра сделал новый тендер. То же самое с золотой эстакадой, вот это все золотое почему-то какое-то. Эстакада, которая уже, в принципе, разваливается. Да, потому что выиграли львовяны, а давайте мы проведем новый тендер. А потом мы еще узнаем, что оказывается, ой, ё-моё, а мы же землю отдали под этой эстакадой. Мы теперь ее должны развернуть в другую сторону, как реки в советское время. Вот где-то так у нас происходит. Это ответ на ваш вопрос по поводу системного стратегического планирования использования бюджетных денег и, собственно, развития инфраструктуры и развития города в целом. И как было управление в ручном режиме? Знаете, так, вот сегодня повернули туда, а сегодня вот вспомнили, либо забыли, либо появился кто-то, опять же, заинтересованный в изменениях. И все управление, начиная от финансовых операций, заканчивая какими-то инфраструктурными, все идет в ручном режиме, опять же, знаете, ветер дует в эту сторону, бежим в эту сторону. Вот сейчас хороший пример в отношении коронавируса. Правительство разрешило не проводить тендеры по комплектации медицинских учреждений. Так давайте покупаем диваны в обешанной цене, вместо того, чтобы покупать. Тубочки и таблички. Да, то есть мы сегодня вот так, давайте быстренько мы освоим здесь бюджетные деньги. Аркадий, анализировали ли вы тендеры, в которых участвует Росдорустрой, во всеукраинских проектах? Да, ведь он не только по Одессе выигрывает. Смотрите, всеукраинских нет, но в Подъездской области, когда ремонт дорог, междугородные, да, анализировали. В общем, ситуация приблизительно та же самая, там состав участников фирм несколько другой, но по большинству тендеров конкуренция вроде бы есть, но она фиктивная. В чем дело? Там уже большие тендеры, просто разыграть на допорогах невозможно, поэтому, как правило, есть две фирмы, редко когда больше, очень редко. И как-то так получается, что выигрывают либо какой-то синхронность снижения цены, либо вообще без снижения цены. То есть есть какие-то первоначальные предложения, и дальше цена на аукционе, на тендере не снижается. Что это говорит? О том, что, наверное, компания, которая проиграла, в общем-то запланированно проиграла, и как таковой конкуренции нет, то есть возможен предварительный сговор между компаниями. Вот, поэтому там, я так понимаю, все участки, которые ремонтируются, они предварительно распределены между компаниями, между собой, какая, что будет... Антимонопольный комитет, он закрывает глаза на такие действия? В большинстве случаев я не видел реакции на такие вот, именно такие случаи, когда происходят, ну, явно, можно сказать, можно подозревать вговор, да, то я не видел такой реакции. Вот, и бывает, когда, очень редко видно, когда есть реальная конкуренция, когда, видимо, что-то не поделили, есть какой-то третий или четвертый игрок, возможность заранее не поделили, тогда есть какая-то конкуренция, есть какие-то жалобы, тогда возможно. Но это единичные случаи. В абсолютном большинстве случаев, тендеров, на самом деле, конкуренция чисто формальная, реально ее там нет. В этом основная проблема. Я хотела тебе... Обратить внимание еще для начала, что по странному стечению обстоятельств другой крупный дорожник, его директор, входит в бюджетную комиссию области. Это просто как загадка. Тут, вот, как бы, Одесский главный роздор строит, а тут директор Берези в кашлях в бюджет ходит. Да, да, тоже крупный такой игрок. То есть, в принципе, это крупные игроки. Но вот я тут с областью обращу еще внимание на такую интересную вещь. Там действительно очень часто обсуждались вопросы качества ремонта дорог. Но в Одессе он не так актуален, как в области, либо фуры, огромное количество машин. И каждый раз, когда остановился вопрос о том, что сделали дорогу и тут же ее испортили, они говорят, подождите, ездят же фуры, и все. То есть никто не говорит даже о том, что дорога просто уехала, съехала, уплыла. Ну, с дорогами всегда очень сложно. Почему? Потому что ее очень сложно измерить на больших участках и оценить слой, качество, ширина, объем и так далее. Это достаточно тяжелая техническая процедура. А все специалисты, к сожалению, в основном так или друг друга, именно крупные специалисты, они связаны. У нас была такая же проблема с оценкой качества ремонта Потемкинской лестницы. Почему? Потому что когда мы обращались к архитекторам, строителям, многие из них говорили, ну, мы как бы все в одной системе работаем. Ну, и многие отказывались комментировать, не хотят ругаться, потому что сегодня они тут. Не выступают завтра они с этой фирмы, у нее же выступают перты. И тут есть еще такой интересный момент. Очень часто нам сложно проанализировать такую вещь, как субподряды. Вот бывает очень часто, что выигрывает одна фирма, а потом мы смотрим, дорожники работают в форме совсем другой фирмы. И даже вот на разворотном кольце на 13-е даже снимала, что там, ну, действительно, там есть выиграла одна фирма, а форма другой фирмы, техника другой фирмы. Естественно, ну, думаю, что ни Аркадий, ни я, они не могут в системе отследить вот это вот. Ну, мы же не будем везде бегать, снимать номера машин, сверять, но это нереально. А получаемо, что на самом деле выиграет вроде фирма чистенькая, а за ней, может быть, тот же Роздрустро или другая любая фирма, и мы, к сожалению, это видим. Даже с Дома Мрусова мы это видим. Когда уже в уголовных делах мы видим, что заобъявили одного субподрядчика, а работали два других, а когда говорят, а давайте производить выемку документов, говорят, извините, но выемки документов у нас нечего. Ну, все, этих субподрядчиков просите у них. И так затягиваются дела и расследования, и в конце концов уходят в никуда. Ты затронула вопрос о качестве работ. Когда эстакаду приняли уже нашу, мы видели о том, что сайт, да, наши коллеги Думска опубликовали фотографии, где были просто разбиты целые плиты. Я, насколько помню, в мэрии даже писали, что они еще не приняли эти работы. Там есть какой-то... Ну, вот я тоже хотела обратить внимание, что мало того, что цены заоблачные, они завышенные. И это понимает любой, действительно, любой человек, потому что мы все живем в этом мире, мы знаем, сколько там стоит плюс-минус положить квадратный метр плитки. Ну и качество. Давайте вспомним Краян, когда там сколько, 4 раза перекладывали плитки. Да, плитку перекладывали, да. И так повсеместно. Я вот сейчас прошлась на Черемушках, где нам всем рассказывали трамвайная линия по СК Карабина, и, собственно, там сделали повышение, сделали тротуары, сделали... Но уже все, что ближе к дороге, уже все съехало. То есть это говорит о том, что на качество никто особо не обращает внимания. А потом мы латаем, а потом мы списываем. Собственно, так же, как и... Давайте вспомним Новосельского в прошлом году, когда ее только починили, потом взяли и там через месяц сняли полностью дорожное покрытие и начали капитальный ремонт. То есть это говорит о системном отмывании денег. Потому что, ну вот я, допустим, абсолютно согласна со многими экспертами, которые говорят, что в нашей стране вообще нужно латочный ремонт отменить, потому что это первый источник вот просто разбазаривания бюджетных средств, потому что проверить латочный ремонт и сколько в него пошло там асфальта либо там, я не знаю, смолы там, чего там идет, я не эксперт технической стороны. Но я прекрасно понимаю, что это один из вот таких бездонных ям, которые убегают, утекают деньги. Просто Одесса настолько богата, что мы можем себе позволить закатывать деньги в асфальт, и нам за это, как мы видим, ничего не будет. Нам будет это ненадолго. На самом деле сейчас грядут серьезные времена, и бюджет, я думаю, они надеются на то, что в бюджете Украины, там вот этот фонд на борьбу с коронавирусом, там есть статья, предполагается, о дотации местным бюджетам. Но, во-первых, насколько отношение нашей местной власти с сегодняшней властью Украины, насколько выделять, это неизвестно. Ну и плюс, я думаю, они надеются только на кредиты разве что. А города уже достаточно много долгов. Уже 3 миллиарда, помимо ЕБР. И каждый год это сотни миллионов выплачивают из бюджета, если еще наберут. То есть колоссальные деньги мы будем платить каждый год просто за вот эти кредиты, за вот это часто, во-первых, по завышенным ценам, а во-вторых, неэффективно использованные деньги, те, которые улицы, тротуар, которые надо будет опять же переделывать, если бы сделать их нормальными. Ну, я добавлю только одно, что на сегодняшний день урезаются все проекты и все программы города. Начиная от молодежной политики, заканчивая образованием и так далее. Могу перечислять очень много. Это связано непосредственно с крануирусом, да? Да, это связано с тем, что мы понимаем, что бюджет недополучит. То есть плановые показатели выполнены не будут, по крайней мере, вот и в март, апреле, я так понимаю, что и май. Скорее всего, и опослабление бизнеса, и закрытые рестораны, ну, все практически большинство предприятий малого и среднего бизнеса. И мы понимаем, что будут убытки. При этом решили сократить практически все статьи, но я ни разу не слышала, чтобы сократили дороги и тротуар. А я скажу по-другому. Я вообще, в принципе, еще раз повторяю, это я не слышу от города, вот они так любят презентации нам показывать, графики и так далее. Я не слышу экономического хоть какого-то приблизительного прогноза. И опять же, ну, я разговаривала с Оксаной Витальевной Гончарук, с другими. Да, все понимают, что сокращение будет за счет капитальных статей, ибо это основная часть бюджета. Это УКС, управление дорожного хозяйства, и это управление ЖКХ. Ну, ЖКХ сложно сокращать, мов того, что обычно уже течет. Ну, и им не выделили небольшие дотации ЖКХ. И я хочу вспомнить, насколько тяжело вообще этот вопрос принимался, практически с дракой, где будет, в каком округе ремонтироваться тот или иной дом. То есть с дорогами тут, ну, с дорогами, кстати, тоже была примерно такая же история, но все-таки с ЖКХ всегда больше просто, потому что это наша текущая сегодняшняя жизнь. Опять же, мы видим, насколько работают коммунальщики сегодня в каком режиме. А с дорожными СУКСом мы молчим. А может быть, ребята, надо присмотреть, убрать какие-то объекты, которые сегодня можно не брать. Вот скажите, это нам. Мы не слышим. Мы слышим тишину, и только что бюджет будет хуже, бюджет будет потерять, уже около 200 миллионов, я думаю, что это минимум. Больше, да. Больше, однозначно больше, потому что... Да, у нас основной доход это зарплаты по ДФО. Да. Мы недополучим колоссальные деньги, сейчас все в отпусках, за свой счет уволены. Дальше. Правительство объявило льготы для предпринимателей. Это тоже в местные бюджеты. Треть. А, нет, подожди, это... Ну, да. Тем не менее, предприниматели тоже не работают. Мелкий бизнес первый пошел под удар. То есть потери будут колоссальные для городского бюджета, для всех местных бюджетов. Поэтому... Ну, я вам хочу сказать, что наша местная власть использует вот этот вопрос карантина, опять же, в своих целях и заинтересованности тех или иных лиц, потому что все, что мы сейчас видим, происходит, ну, так, в закрытом, знаете, таком кулуарном. То есть сейчас у нас в мэрии работает только штаб, никакие вопросы неудобные мы задавать не можем, и вообще вопросы задавать никто не может. И это, ну, на мой взгляд, это такая... Начинается узурпация власти, потому что принимают решения буквально там 2-3 человека себе кулуарно, публично выносится только то на обсуждение, что они считают нужным, и это неправильно, и мы сейчас видим всплеск вот этих строек. Я, допустим, скажу, что у меня в центре города просто валом вот эти все захваты территории, которые когда-то там делали документы на благоустройство, еще сейчас начали стройку, мимо, вместо железных гаражей, вместо каких-то сарайчиков, либо вообще внутри дворовые стройки, жители кричат, никуда добиться не могут, ни правоохранительные органы не реагируют на карантин, и, собственно, это нарушение прав на сегодняшний день тех людей, которые живут. То есть на сегодняшний день идет такая... Под шумок, да? Городская власть использует вот эту ситуацию, опять же, для своих, ну, на мой взгляд, не то, что неэффективных, а ненормальных действий, которые происходят. Я напомню, просто для подкрепления, если помните, в 2014 году, когда тоже всем было не до парков, Аркадию точно так же испоганили под шумок, был один проект, зелененький, с трамвайчиком, с гостиницей, сейчас там ни гостиницы, ни трамвайчика, ни деревьев практически не осталось, там только чуть-чуть подсадили. То есть и сейчас тоже, я уверен, то же самое происходит на побережьях и во всех остальных удобных местах будет под шумок, пока все заняты коронавирусом, сидят по домам и смотрят там новости, фильмы, сериалы. И боятся штрафов. И прокрастинируют, да. Сейчас остальные будут устраивать свою жизнь по-другому. Ну, я хочу сказать, что есть еще такой вопрос неравномерности даже в связи с коронавирусом распределения средств. Да, то есть, ну, например, есть у нас вопрос второго роддома, который будет как база, ну, на самом деле он нуждается в системной работе. Почему? Потому что у нас всегда базовый с любым гриппом, с любым вирусом, туда поступают люди. И роддом этот очень маленький. И в реальности, если, не дай бог, будет большое количество поступлений, будут серьезные вопросы. И, я не знаю, знаете вы или нет, на последней, по-моему, сессии мы дали согласие на разработку детального плана территории. Там рядом есть небольшая территория, которая отведена по медицине, по зонингу, почему нужен детальный план, чтобы там строился каворкинг. И, то есть, по сути, молодежный центр. Мы ограничиваем уже эту территорию в развитии, вот в этой части. И тогда мы должны, ну, сказать, как мы видим будущее этого роддома. Что будет с ним? Или он не будет базовый тогда по всем вирусам? То есть у нас тут есть много вопросов, даже вопросов... У нас еще областной, но это единственный роддом в центре города. Но он у нас принимает всегда всех с гриппом любой год. И коронавирус он тоже определен как опорный, как базовый. То есть тут, наверное, надо рассматривать и материально-техническую часть тоже, его усиление, в принципе, и в системе. И мы сейчас говорим об аппаратах ВЭЛ, кстати, забывая большей части меценатов и говоря о городе и так далее. Но это отдельный вопрос. И, ну, то есть мы видим действительно определенный информационный перекос даже на сегодняшний момент с всеми этими вопросами. Опять же, с полироялем, просто эта ситуация, наверное, на всех взорвала, потому что мы сейчас все вроде живем ради одной цели сделать наши медицинские учреждения, которые хоть на что-то будут способны в этой тяжелейшей ситуации. Тут мы уложим плитку. Ну, нормально. К сожалению, на данный момент это данные по как раз областных центрам громадского здоровья и державных администраций. 1528 у нас заболевших и 46 погибших. Министерство здравоохранения приняло решение о том, что они теперь будут публиковать статистику в 9 часов 30 минут утра. Но, да, у нас есть волонтеры, которые работают непосредственно с медицинскими учреждениями, которые вот публикуют в течение дня. Сегодня в Одесской области еще один человек. Это Килийский район. Женщина возраста 40 плюс приехала из США. уже опубликован полностью, вернее, уже в курсе врачей, с кругом людей, с которыми она контактировала и в ближайшее время как раз все они будут проверены на коронавирус. Но, несмотря на то, что вирус в нашей стране, да, и он все-таки шагает, и мы не должны быть скептиками, и должны, безусловно, придерживаться всех норм карантина и о том, что нам советуют доктора, вы можете бесплатно звонить со стационарных телефонов по номеру 1550 и консультироваться с семейными врачами, если даже у вас не подписан договор с ним, не переживать, потому что паника это самый страшный вирус, мы должны держать себя в руках, потому что нам жить в этом городе, и нам главное, чтобы вот так вот под шумок не разбазаривались наши бюджетные средства. Говорили мы сегодня о реконструкции дорог по Одесске, в студии с вами работала Елена Ротария, я желаю вам, берегите себя и своих близких, мы на расстоянии, но мы всегда рядом. Всего доброго и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова